Всем привет! Сегодня я для вас подготовила второй выпуск видео об ошибках в макияже и о том, как их можно устранить. Первая часть этого видео была настолько популярной и до сих пор это видео является одним из самых популярных на моем канале. Возможно, кстати, вы меня и нашли через это видео, поэтому я решила продолжить эту серию и рассказать вам еще немножко о разных ошибках, которые я встречаю ежедневно практически на разных девушках, и, возможно, вы также делаете эти ошибки и даже не задумываетесь о том, что их можно исправить и таким образом улучшить ваш макияж. Сегодня мы с вами в основном поговорим о том, как зрительно не уменьшить ваши глаза, особенно это очень важно, если вам предстоит какое-то мероприятие, где будут делаться фотографии, и чтобы на фото и в реальной жизни не сделать себе вот такие кусенькие глаза-пуговки, я буду давать вам советы, как можно исправить макияж и таким образом, наоборот, либо подчеркнуть просто форму ваших глаз, либо даже сделать их визуально больше. Также мы с вами немножко поговорим о нанесении теней, о принципах растушевки. В общем-то, давайте без лишних слов приступать к практике, я уверена, это видео будет очень для вас полезным. Первая ошибка, это скорее ошибка не в макияже, а в нанесении макияжа. И здесь я хочу поговорить о нанесении теней. Очень часто я вижу, что девушки набирают оттенок теней на кисти, сейчас я буду демонстрировать именно на светлом оттенке, чтобы наиболее четко был виден результат, и наносят это все дело вот такими вот движениями. В итоге вы получаете очень бледный оттенок, еще и зачастую тени осыпаются вот здесь вот внизу, и если вы использовали какой-то темный оттенок, то потом это очень проблематично убирать. Что же я предлагаю делать вместо этого? Вместо этого я предлагаю тени наносить вбивающими движениями. Сейчас я уже стерла все, что у меня было на веке, и набрала ровно столько же, сколько в прошлый раз оттенка, и вот такими вот легкими движениями начинаю вбивать оттенок в века. Таким образом оттенок сразу получается гораздо более насыщенным, и если вы наносите тени таким способом, то скорее всего осыпаться они у вас либо вообще не будут, либо очень мало будут осыпаться, в зависимости, естественно, от текстуры самих теней. И вот если сейчас сравнить то, что мы получили в первом варианте и во втором варианте, то видно, конечно, огромную разницу. Вторая ошибка заключается в нанесении подводки по ресничному краю. Очень многие не знают, как правильно делать стрелки, поэтому часть вот эту с хвостиком они пропускают и делают подводку сугубо по ресничному краю. Я вижу, как это делают и жидкой подводкой, и кремовой, и обычными карандашами. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Подводка наносится приблизительно вот таким вот образом. Делается очень тоненькая линия. Что же мы получаем на практике? На практике мы получаем подчеркивание круглой формы глаза. Если у вас глаза достаточно маленькие, то вот этой дугой мы обрезаем наш глаз на вот этой точке, когда могли бы его продлить, если бы сделали стрелку, могли бы немножко вытянуть его и визуально увеличить глаза. Если у вас достаточно большие глаза круглой формы и вам нравится подчеркивать именно эту форму глаз, тогда вы можете делать такой макияж и смотрится он довольно неплохо. Но если вы недовольны размером своих глаз, если же вы наоборот хотите увеличить ваши глаза, выделить их визуально, то этот вариант макияжа совершенно не для вас. Особенно, когда он дополняется еще одним аспектом, это подводкой слизистой, тоже черным оттенком. Не знаю почему, но большинству женщин кажется, что именно такой вид макияжа очень сильно подчеркивает глаза. С какой-то стороны, да, глаза получаются подчеркнутые, потому что идет очень сильная подводка черным цветом, но в то же время такой макияж делает ваши глаза настолько маленькими, что даже без макияжа глаза выглядят намного больше, чем с этим макияжем. Особенно такие ошибки я рекомендую не допускать в возрастном макияже, потому что если у вас есть здесь какие-то морщинки или веки опущены, и также это касается и макияжа новейших век, вы таким образом еще больше подчеркнете ваш возраст и ваши недостатки, и веки будут казаться опухшими. Следующую серьезную ошибку я тоже сплошь и рядом наблюдаю в разных макияжах, и это боязнь тушевки. Зачастую, когда девушка хочет сделать себе вечерний макияж, она набирает тени на растушевочную кисть или на какую-то другую, наносит этот темный оттенок на подвижное веко и дальше заходит в складку, вот таким вот образом, и все это дело уже растушевывается. Вот приблизительно как-то так, и казалось бы, а что здесь неправильного? Вроде бы в складке тени растушевали, во внешний уголок глаза тени нанесли, но теперь посмотрите, как выглядит мой глаз, когда я полностью его расслабляю, вот так вот я буду разговаривать с людьми, и вот так вот они меня будут видеть, и вот так вот увидит меня камера, если я в этот вечер буду делать фотографии. И хотя кажется, что вот этот вот внешний уголок глаза немножко выделен, все равно на фотографиях вы сделаете тот же самый эффект, как и на предыдущей ошибке, то есть сделаете эффект таких вот глазок-пуговок очень маленьких. И честно говоря, если еще при этом подвести нижнее веко, то это особо тоже ничего не изменит, и лучше от этого ваш макияж выглядеть не станет. Что мы сейчас по факту получили? Да, глаза вроде бы казалось выделены, но из-за того, что у нас тушевка в этой точке уже заканчивается, глаза, особенно на снимках, будут казаться очень маленькими. В обычной жизни это выглядит некрасиво, потому что глаза таким образом и уменьшаются, и в то же время вы их как будто еще вдавливаете глубже. И на фотографиях это выглядит вообще отвратительно, и глаза кажутся настолько маленькими, настолько вообще невыразительными, настолько некрасивой формы. Меня такой макияж в целом очень сильно отпугивает, потому что выглядит это откровенно очень-очень некрасиво. И почему я с самого начала назвала эту ошибку боязнью тушевки, так это потому, что в основном все девушки почему-то боятся поднимать тушевку выше, по направлению к брови. Кажется, что вот здесь вот макияж должен заканчиваться, хотя на самом деле в профессиональном макияже вы находите самую высокую точку неподвижного века, то есть не складки, независимо от того, какая у вас форма глаза, у вас может быть открытая века, у вас может быть нависшие веки, как у меня, то есть неважно, вы находите самую высокую точку на расслабленных глазах, смотрите вперед, находите самую высокую точку неподвижного века, у меня вот эта точка, потому что дальше она начинает опускаться в одну и во вторую сторону. Вот самая высокая у меня точка, и именно конкретно вот эта вот линия, если провести визуально линию, вот эта линия и все, что находится вот за пределами этой линии, вот в этой части, это на самом деле должно быть началом, то есть самой-самой темной частью тушевки, и уже от этой самой темной части должна тушевка подниматься кверху. Вот сейчас вот посмотрите, насколько будет большая разница, я еще набираю немножко теней, углубляю здесь оттенок, завожу его сюда, на центр века, и вот сейчас вот я закончу, и вы посмотрите, как будет выглядеть мой макияж уже с новым видом тушевки. То же самое и с нижним веком, здесь тоже не боимся опускать тушевку, обязательно соединяем верхнее и нижнее века, и тушуем достаточно низко. Если сейчас посмотреть на мой макияж, то видно, что тушевку я поднимаю достаточно высоко, то есть можно сказать, что остатки теней можно найти уже прям чуть ли не под моей бровью, то есть буквально совсем немножко у меня здесь остается место, но тушевка поднята достаточно высоко. Что это в итоге нам дает? Из-за того, что вот эта вот вся часть темная, это зрительно увеличивает наши глаза. Почему? Потому что там, где у нас темнота, там мы не видим, что у нас происходит, то есть на самом деле наш глаз воспринимает это так, что вот здесь вот у нас заканчивается естественная линия нашего глаза, а здесь мы ее уже как бы дополняем и обрабляем тушевкой. В то время, когда вы тушевку здесь заканчиваете, то самая темная точка у вас получается здесь, то есть глаз вы обрезаете намного раньше. То же самое правило касается накладных ресниц, когда вы будете клеить накладные ресницы, поднимайте тушевку гораздо выше, иначе ресницы просто съедят ваш макияж, и его абсолютно не будет видно. Вот и все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно попробуйте мои методы, а потом напишите, насколько вам понравилось или не понравилось, что понравилось, что не понравилось. Мне будет безумно приятно получить от вас вот такую вот отдачу. Если вам понравилось это видео, не забудьте ему поставить палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Всем привет! Сегодня мы с вами будем копаться в моем мусоре! Это просто капец, во что превращается в ванна блогера, когда он собирает пустые баночки. Ну, если вы следите за моими видео, то наверняка знаете, что за последние 3 месяца я похудела на 6 килограммов, и основой этого было правильное питание, то есть...